всем шалом добрый вечер здравствуйте шавуатов хорошей неделе всем меня зовут хана кейла с кем мы еще не знакомы и это урок по торе по главе пинхас и урок на тему мы поговорим сегодня про наследие друзья и про вечную жизнь потому что именно в главе пинхас эта тема рассматривается и вдоль и поперек и только ленивые друзья мог бы ее там не заметить вот вообще конечно тема увековечивания себя она очень популярная распространенная многие так сказать этим задумываются создают кто памятник себе ну не рукотворный до которому не зарастет народная тропа кто пытается увековечиться в каких-то трудах своих в каких-то своих произведениях или каких-то своих патентах кто-то пишет кто-то пишет книги кто-то изобретает какие-то изобретения кто-то строит дома кто-то рожает детей и через это увековечивается в общем получается что каждый как бы кто во что гораздо кто на что учился так то что умеет кто у кого что получается у кому были какие какие даны возможности вот и из сегодняшней недельной главы мы с вами познакомимся как с точки зрения всевышнего рассматривается вопрос наслед наследие и вообще наследование чего бы то ни было кто-то может решить что наследие существует только в рамках родственных связей да то есть там через через детей мы чьи-то дети наши дети только через это из главы пинхас мы выучим сегодня что абсолютно нет друзья не только через это поэтому если вам интересна тема наследования то можно остаться на уроке а если вы все уже об этом и так давным-давно знаете то можно пойти поделать что-нибудь другое что-то более другое значит да всем шалом сейчас одну секунду я сделаю репост на свою страничку хана кейла в фейсбуке и все и ночью без раташем да хорошо значит в главе пинхас рассматривается несколько историй которые может показаться что они друг с другом не связаны и главное не связаны с темой которую мы сегодня обсуждаем с наследием и с вечной жизнью и я вам перечислю сначала эти истории потом мы с вами постараемся увидеть какова же между ними связь потому что вторе ничего не помещается рядом с друг с другом если она как-то не связано начинается недельная глава с того что пинхас сына лазара арона коина убивает двоих людей прилюдных грешников назовем это так двоих людей которые публично совершил совершили какой-то авэйру да какой-то какой-то грех и пинхас как бы вступается за имя всевышнего то есть это явный хиллулашем то есть осквернение имени всевышнего люди которые поступают явно да ну бывает понятно как говорится человек слаб но всегда лучше между тем чтобы сделать какую-то слабость наедине да где никто не видит и публично всегда лучше выбрать наедине потому что публично когда ты что-то делаешь это приобретает совершенно уже другой окрас это реальный хиллула хиллу ляшем то есть реально ты демонстрационно говоришь что что там всевышний думает по поводу хорошо и плохо мне неважно а вот так думаю я и так я поступаю да это уже гораздо более проблематично короче говоря пинхас убивает этих двоих людей радостно и за это казалось бы его надо посадить в тюрьму но происходит что-то обратное всевышний обращается к машин и говорит передай пожалуйста пинхас о том что его поступок мамаш классный я его очень сильно оценил и теперь поэтому все его дети пинхаса будут к коинами до коинга долями все они все будут теперь на очень очень переводится высоком духовном уровне я их выделяю теперь из всех остальных это распространяется не только на тебя а и на всех твоих потомков это первая история дальше тора перепрыгивает на вторую историю там где опять же всевышний обращается к машин и говорит к машин к лизару сына рона коина и говорит пожалуйста друзьям нужно всех снова пересчитать вот стоит весь народ израиля пожалуйста надо всех пересчитать теперь поименно почему потому что когда они будут заходить в землю израиля мы уже на подходе когда он будет они будут заходить землю израиля каждому нас достанется свой надел и дальше в туре идет очень длинная долгое и нудное описание кто чей сын кто из какого как бы трайба из какого колена кому относятся и просто прямо перечисляются династии до сын такого-то с и такого-то с и такого-то такой-то с и такого-то с и такого-то с и такого-то из династии такой-то и вот половина главы пинхас идет перечисление кто чей сын и кто к какому колену относится и задается вопрос зачем и же не так давно уже пересчитывали зачем их снова пересчитывать да тут было дело не в количестве а дело именно в том что земля эра цесраэль поделена на части вторе об этом говорится и написано какому колену какой фамилии достается какая часть земли какой участок земли то есть за какой фамилии будет что-то наследоваться это вторая история дальше происходит третье не менее интересная история известная как история про дочерей целов хада был такой мужчина и были у него только дочери и не было сыновей и изначально в законах еврейских говорилось о том что наследовать землю мог могут только сыновья что это будет обозначать это будет обозначать что ими как бы фамилии сохраняться потому что фамилия будет служить индикатором наследственности да вот их распределили по родам по фамилиям и дальше каждая фамилия будет служить как бы индикатором что у нее есть порция своя земли свой участок и вот он и короче говоря что такое дочери целов хадом они пришли с некоторым ноу-хау да с какой-то инновационной идеей и сказали и как они это сказали может даже я где-то записала да то есть они они пришли не с наездом на самом деле они не пришли сказать что хочу нам ничего не полагается где наш кусок земли да ну хорошо нет отца ну так как где наш кусок земли к то есть они не не сильно волновались какой-то материальной стороной формулировка с которой они пришли к маша звучит таким образом почему имя нашего отца должно быть стерто только потому что он не имел сыновей то есть почему память о нем почему имя его почему его наследие должно быть уничтожено то есть должно быть аннулировано только потому что у него не было сыновей вот мы его дочери и мы его наследие и давайте нам нашу порцию которая там на отца полагалось пожалуйста его имя мы хотим пронести через века все мы хотим чтобы это имя перевод передавалась дальше и маша обращается к всевышнему говорит вау тут такое дело женщины пришли земли требуют а всевышний говорит а правильно делают а действительно ведь правы они очень все верно говорят и поэтому вносится поправочка в закон и теперь земля наследуется не только сыновьями а если нет сыновей то дочерями а если нет дочерей то там родственниками брата а если нет родственников брата очень перечисляется кем наследно в любом случае наследуется то есть нет теперь с этого момента нет ни одного человека к чему имя было бы стерто потому что никому наследовать значит ничего находятся кто-то кто-то какие-то родственники кто будут кто будет наследовать его имя то есть кто будет от его имени продолжать продолжателем да а дальше происходит еще более странная вещь в этой недельной главе четвертый эпизод в котором должен умереть машин и я вам хочу показать просто передо мной лежит тора вот это разворот глава пинхас и это разворот там где машин там где всевышний говорит машин что ты сейчас умрешь дорогой друг потому что уже скоро все зайдут землю израиля ты туда не зайдет не зайдешь и вы можете спросить а что вот это тогда все да тут же еще целая отдельная книга дворим что как бы ну что 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 здесь если машин сейчас умирает этот же отрывок явно не отсюда это же только в самом конце и вы будете правы и тогда возникает вопрос у комментаторов почему этот отрывок там где всевышний сообщает машин говорит что ты сейчас умрешь находится именно в главе пинхас ведь вообще это должно будет произойти еще дальше дальше и ответ следующий в ответ следующий для начала откуда мы понимаем о том что речь идет о смерти машин глава 27 пирог 12 сказал бог обращаясь к машин зайди на эту гору аварим и посмотри на страну которую я дал сынам израиля и когда смотришь ее приобщишься и ты к народу твоему как приобщился арон брат твой вот бы водички попить нету короче говоря приобщился к народу секундочку извините друзья вот задается вопрос что этот отрывок сделаю делать в главе пинхас и ответ очень достаточно простой ну как простой с точки зрения мудрецов простой с нашей точки зрения конечно может и не очень простой дело в том что машин он как бы присутствует во всех этих трех историях которые мы только что проговорили но присутствуют каким-то таким полутеневым образом что имеется ввиду значит когда нужно было пинхасу сообщить о том что он награждается вечным миром и награждается вечным коинством вообще можно было бы попросить и не маша прямо лазара коэна то есть его прямого родственника и это было бы то есть речь идет о продолжение об этом вот наследие о продолжении династии и но маша он не совсем в этой династии вот есть человек из династии можно было бы передать сообщение внуку то есть пинхасу через через прямую линию маша выполняет функцию как бы ну вот передает это послание при том что его напрямую это никак не касать его его детей его там внуков это никак не будет касаться это коинство да это про кого-то другого дальше когда распределяются участки земли условно да как там раньше было строится дачный поселок и распределяется кому какой участок достанется распределяется земля в рамках эра цесраэль и вы можете задаться вопросом распределилась ли там что-то на машера бейну и вы удивитесь что ничего шеньки там на него не распределилась распределилась на всех там самый последний отрывок идет про дом леви описывается вообще у маша было два сына гершан и элиэзер которые не фигурируют никак не в каком распределении земли странно да маша принимает опять участие во всем все организовывает но сам в никаком наследовании участие не принимает и дальше когда к нему приходят дочери слав хадом и говорят то есть приходят те кому не положено было никак вообще никакое наследование и уже даже даже дали наслед наследие всевышний дал наследие тем кому оно было не положено и даже после этого бог не дает никакого наследия самому маша и дальше сразу речь идет про его смерть а вот когда ты скоро прямо вот сейчас умрешь говорит ему всевышний то есть все вот и сказочки конец и тогда если бы мы были нам на месте маша каким бы мы вопросом задались вау это что и все я все эти годы ходил бродил водил их защищал их опекал их помогал им народу израиля имеется ввиду общался со всевышним строил мешкан терпел все эти там унижения и оскорбительные к себе отношения и у меня никакого абсолютно наследие что ли нет то есть абсолютно ничего до и здесь происходит другое да то есть маша не обращается с претензией к богу обращается с какой речью он говорит хорошо да назначит бог всесильный душ всякой плоти человека над обществом то есть да поставит всевышний вместо меня наставника над над клали израэль над всем обществом который выходил бы перед ними которая бы входил бы перед ними который бы выводил бы их и который бы приводил бы их и чтобы не было общества бога как стадо у которого нет пастуха то есть то роль то функция через которую ту призму через который смотрел на себя маша это была роль пастуха в иврите дав в еврейской терминологии это означает обозначается словом бетуль обнуление себя когда ты ставишь себя на второстепенную роль ради интересов общества ради интересов народа ради интересов большего числа людей ты уменьшаешь себя и тогда ему на это маша и отвечает тогда ему на это всевышний отвечает знаешь возьми себе и ушел бы ну на и положим руки на голову и поставь его перед лазаром коином и перед всем обществом и дай ему указания на глазах у них и дальше написано и дай ему от величия твоего чтобы слушалась его все общество сынов израиля и здесь речь идет о том что маша удостоился такого типа наследования такого типа наследия о котором каждый из нас на самом деле в глубине души может быть очень сильно мечтает это наследие духовное наследие когда тебя наследуют не твой родственник потому что вы родственники а когда наследуют твои идеи твой твои идеалы твою лидерство наследуют твои взгляды наследуют тебя то кем ты являешься на самом деле потому что бывает что дети идут не вашими стопами не стопами своих родителей не стопами они могут быть очень далеки однако могут быть люди которые не ваши родственники однако будут продолжать ваши идеи будет будут продолжать вашу какую-то идеологию направления ваше дело или ход ваших мыслей и говорит всевышний я вознагражу тебя этим типом наследования это вся глава про наследие это вся глава про вечную жизнь мы сейчас поговорим где здесь про вечную жизнь но в любом случае когда мы говорим про слово наследие мы мы подразумеваем что это процесс который не ограничивается во времени это одно поколение за другим поколением за другим пока это передача до от одного к другому от одного к другому и здесь здесь есть лейт мотив как бы вечной жизни до когда каждый пытается себя на условно увековечить и передать свои мы мы сегодня изучаем мудрецов дамы фаршим комментаторов торы которые жили такое не тысячу лет назад 500 лет назад еще больше лет назад что мы делаем когда мы их изучаем что мы делаем когда мы адаптируем их идеи к своей жизни не знаю к своим детям и наследуем их родственники мы с ними ну нет наверное по крайней мере нет прямых доказательств да но мы являемся мы вступаем в наследие и говорит всевышний что из всех типов наследия да когда вот коинство по отцовской линии когда земля распределяется там по по кланам да папа по семействам по фамилиям фамильное наследование вот еще родственное наследие через дочерей да то что они сделали это все работает это все хорошо есть лишь лишь вы должны знать про еще один тип наследования который очень-очень высокий потому что сам маши рабейну удостоился этого типа наследования это наследование идеологическое и наследование духовное когда да он положил руки на голову и шоба нуна и передал ему от себя все то кем он сам являлся он передал ему лидерство передал ему возможность быть второстепенным перед лицом общества служить обществу не собственным интересом и не собственным взглядом и и яшуа бенун становится новым лидером и новым наследником не будучи сыном или родственником маши рабейну даже само названием я вам читала города где происходило все это гора аварим что это обозначает слово авар аварим но обозначает продолжительность наследования продолжительность наследования вот короче говоря у нас в иудаизме нужно понимать что речь всегда идет когда мы говорим о наслее она наследование чего-либо далеко не всегда речь идет о биологическом наследовании мы очень очень сильно восприимчивы к духовному наследованию теперь в книге рава деслера еще пять минут буквально друзья я займу вашего времени книги рава деслера он пишет но это все наверное уже знают и так все любят зором сейчас увлекаться до что пинхас это часто идентифицируется как обозначается с или ауанави да как что-то одна один и тот же человек одна и та же духовная сущность и что мы знаем про илья ванове это такой персонаж который как будто бы никогда и не умирал а он продолжает он как бы не умирая поднялся на золотой колеснице на небо но он как бы все время жив и присутствует даже не знаю там на а вдали эмоций шаббат мы его вспоминаем и нам обрезаниях присутствует всегда и на праздниках там разных сукот мы ставим стул для или ауанави на полном серьезе то есть мы очень серьезно относимся к теме того что человек мог ну продолжить жизнь просто как бы в некотором другом измерении и существовать вот так наравне с нами ну только мы условно друг друга видим а его нет вот то есть вполне вполне себе реально будучи в здравом уме и трезвой памяти или как это говорится мы всегда ответственно относимся к или ауанави и очень значит с большим уважением даже дверь ходим там для него открывать периодически вот потому что как это многие могут сказать что сказка ложь давний намек но друзья мы располагаем только той информации которую нам дают наши мудрецы мудрецы сказали жив значит жив и написано взор что есть качество у человека за которое ему полагается вечная жизнь то есть другими тут написано другими словами что над ним не силен ангел смерти что-то за качество это качество ревностное рвение как ревность в таком очень сильно проявлений теперь вы можете сказать быть не может ревность это плохое качество как может за плохое качество быть вечная жизнь и как может быть за ревность такая большая награда как ангел смерти над тобой не властен здесь идет речь о ревностном отношении когда кто-то совершает хилу для шем то есть пишет рабе минах и мэндл из витебска что есть мадрега ступенька где вот это вот истинная ревность истинное рвение человек в этом состоянии не испытывает как бы не достаток недостатка ни в чем ни в каких материальных вещах единственное его как бы недостаток на который направлено его духовное усилие это что ко всевышнему в этом мире относятся недостаточно хорошо недостаточно признают его присутствие в этом мире недостаточно благодаря за за его добрые дела в наш адрес недостаточно восхваляют тот мир который он создал и как он его сопровождает этот мир то есть настоящая ревность человека внутренняя она у него очень высокий духовный корень мы очень часто берем что-то высокое и опускаем немножко на уровень на котором нам удобнее с этим работать это когда нам обидно за какой вам привести пример если как если у вас есть близкий человек или ваш ребенок или не на ваш супруг или ваша супруга и кто-то их обижает вот что вы испытываете в этот момент ярую ревность такую как бы да как кто-то смеет да как кто то может как какое у них есть право вы готовы если если к вам так отнесутся ничего все нормально я потерплю мне нормально ну ну значит кто-то мне на хамил кто там не нагрубил потом не не додал чего то чего я хотел или хотела но если не дай бог просто не дай бог кто-то на хамил моей жене нагрубил я или как-то резко с ней, или моему ребёнку, не дай бог, кто-то что-то поперек дороги перешёл. В нас просто изнутри поднимается целый ураган, целый шторм, потому что да как это так? Такая вот ярая, ревностная история. Значит, у этого чувства очень высокий корень, потому что изначально он привязан к ревностному отношению, к тому, с кем у нас изначально есть связь, когда ещё у нас нет мужей, нет жён и нет детей. У нас есть связь, как у любого творения, со своим творцом, с тем, кто нас создал. И первый адрес, куда мы испытываем на самом деле это чувство, это этот адрес, это по отношению ко всему Всевышнему. И поэтому, когда Пинхас в этой недельной главе, он видит, что кто-то делает хиллу лошем, то есть прилюдно нарушает законы Всевышнего. Это рвёт его сердце, это разбивает его сердце. Ты рассыпаешься на части, потому что ты не можешь этого допустить, ты не можешь с этим жить. И ты начинаешь страдать и злиться, и ты начинаешь как бы вскипать изнутри. К какому факту ты начинаешь вскипать? Что есть шхина Всевышнего, его присутствие в этом мире. Как можно делать что-то поперек? Как можно не видеть и не понимать руку Всевышнего? Как можно не любить его? Как можно не хотеть сделать только то, что ему приятно и нравится? Как можно ставить какие-то свои интересы в картину, где ты знаешь, как Всевышний хочет, чтобы ты себя вёл? Как можно включать какие-то свои? Я очень часто слышу от людей жалобы на тему того, что то, что придумал Всевышний, им не подходит. Потому что, например, кошерная еда невкусная, стейк будет недостаточно сочный, если он без крови или чего-то, а кровь евреям запрещено есть, как вы знаете. Кошерная одежда, недостаточно вы себя в ней чувствуете сексуально, привлекательно, вообще летом жарко очень. Всевышний же не хочет, чтобы вы умерли, правильно? Поэтому вы кошерно одеваться, то есть скромно не будете, а будете только как вам хочется. Дальше у Пинхаса на это был простой совершенно ответ. Какое имеет значение, вам жарко, вам холодно? Вам одну минуту сейчас жарко или холодно, вкусно или невкусно? Речь идёт о всём измерении Аламаба, то есть жизни, которая наступит потом, которая вечная, а не та, которая сиюминутная сейчас. Речь идёт об исполнении воли Всевышнего и какое-то небольшое действие в адрес сущности, которая вас создала, а вы всё сводите к тому, что я хочу сейчас, а я хочу эту женщину, которая мне запрещена, а я хочу этого мужчину, который чей-то муж, а я хочу эту еду, которая мне не полезна для моей души, а я хочу эту одежду, которая там, я не знаю, что так не нужно одеваться человеку, который Бат Тора или Бен Тора. Если вы увидите когда-то, как молится цадик, как молится человек очень высокого духовного уровня и поймёте, услышите, о чём он молится, о чём, поверьте, что никто из них не молится о том, что «Господи, пусть мне зарплату поднимут на 15% и не на 10% в этом году, Господи, пусть мне только пиццу им выплатят, там, не знаю, отпускные выплатят в этом году, пусть только там это платье на меня налезет в конце лета, пусть только там ещё… То есть молитвы цадиков, чем выше духовный уровень человека, тем шире горизонт, за который он молится, о чём он просит. Его не волнует он все эти вещи, которые приходящие, уходящие, это не важно, там, влез, не влез в платье, я высокий, я низкий. Всё это не важно. Важно что? О том, что шхина, само присутствие Всевышнего, на данный момент находится в тяжёлом страдании, в тяжёлой боли, боли от невозможности раскрыться и проявиться в этом мире, просто потому, что она не будет воспринята, не будет увидена, и просто потому, что мы не готовы воспринимать силу большую, чем мы сами, подчинить себя чему-то большему, чем наши собственные желания. И шхина, то есть само присутствие Всевышнего, находится в страдании. Есть понятие «царщина», когда есть понятие «царщина в изгнании». Это то, по поводу чего мы скорбим всё это время, все эти три недели, три недели до 9 ава включительно, о том, что проявление Всевышнего находится в очень затуманенном виде, в затуманенном формате. Мы просим, чтобы это скорее поменялось. На что? Вот этим под словом «приход Машеха» мы подразумеваем раскрытие Всевышнего для того, чтобы все абсолютно люди, на каком бы уровне духовном они ни находились, чтобы эти клепот вокруг них были разбиты, и они смогли увидеть своим духовным зрением и принять, и совершенно по-другому оценить всё, что в этом мире сегодня происходит. Так вот, дорогие друзья, те, кто выходят на этот уровень, где их молитвы направлены не на них самих, а за самого Всевышнего, за то, чтобы он наконец-то смог раскрыться в этом мире, за то, чтобы установилось его царство в этом мире, для этих людей существует бесконечная жизнь, потому что они являются наследниками очень большой духовности, которая нам передаётся от самых, да, от Маше, Робейну и дальше. Те, кто несут свет в этот мир, те, кто отвечают за… чувствуют ответственность за других евреев, чувствуют ответственность за другие народы, те, кто чувствуют свою личную ответственность за всех, кто их окружает. Вы все наследники Маше Робейну, Йошоа Бен-Нун. Вы находитесь в этой династии, потому что говорит Всевышний, что для меня династия, для меня наследие. Это далеко не только биологическое, это во многом наследие духовное. Вот такой у нас урок, дорогие друзья, по главе Пинхас Безрата Шем, чтобы мы что-то новое узнали и поняли про лидерство, про лидерство с еврейской точки зрения и про вечную жизнь, которую, если мы… Всё зависит от того, к чему мы себя присоединяем. Если мы себя присоединяем к вечности, да, если мы молимся, присоединяем себя ко Всевышнему, это бесконечность. Если мы присоединяем себя к помаде, к зарядке, к чьей-то визитке, ещё к каким-то материальным вещам, это конечно, к сожалению. Поэтому каждый из нас вправе и волен сам выбирать. Всё, на этом всего хорошего и до встречи завтра в 8 вечера. Пока-пока.